уважаемые львы и львицы всем доброго времени суток я приветствую вас на канале око таро с вами ольга сегодня предлагаю вашему вниманию таро прогноз на неделю с 25 апреля по 1 мая включительно расклад подойдет и мужчинам и женщинам я вас всех приглашаю к своему столу события этой недели мы как обычно рассматриваем в общем самые важные моменты которых вам нужно знать касательно работы личной жизни карьеры возможных вложений трат любого рода расходов кредитов долгов рассмотрим внешний мир скрытые факторы подведем итоги этой недели и сейчас традиционно вы можете загадать картам один вопрос желания карта который я достану произвольном порядке после основной выкладки всех карт вашего расклада и ответит на ваш вопрос поэтому думайте сейчас о своем желании вы можете смотреть этот расклад как по своему основному знаку гороскопа также и по асценденту для тех кто его знает не забывайте о том что расклад общий но даже в общем раскладе можно для себя найти важную и нужную информацию благодаря которой вы вовремя сможете что-то подкорректировать или избежать определенных ошибок сегодня работаю на колоде таро вдохновения помогать нам сегодня будет классическое золотое таро и еще одна колода помощник это оракул или норман раны жорж скалу да полностью готова кому нужно больше времени для того чтобы загадать свой вопрос желания нажимайте на паузу а я продолжаю итак ваша первая карта на начало этой неделе уважаемые львы и львицы все карты вашего расклада перед вами и я приступаю к его чтению ваша склад начинается с карты старшего аркана и также заканчивается старшим арканом это говорит о том что для многих события этой неделе будут важными но если смотрят меня женщины то очень много в решении каких-то важных дел задач в особенности всего того что касается дома семьи или вашего быта или вашего приватного пространства будет зависеть от мужчины и карта императора может показывать вашего супруга но для кого-то эта карта может показывать любого человека с которым вы будете связаны это может быть любое должностное лицо чиновник работодатель или просто важный человек мужском лице который влияет на вашу жизнь если говорить о мужчинах львах то карта императора как раз может показывать вас собственной персоной показывать как людей очень сильных очень волевых очень независимых которые точно знают чего хотят от жизни и как этого добиться то есть я вижу что вы свою жизнь планируете вы не живете вслепую вы прекрасные тактики и прекрасные стратегии вы способны не только контролировать свою жизнь но и жизни тех людей которые в вашем ближайшем окружении то есть от вас кто-то может зависеть это может быть ваша семья это могут быть те люди с которыми вы связаны работой или делами вы показаны как человек который способен помогать или покровительствовать другим людям общий запас энергии для мужчин по этой карте прекрасный если говорить о женщинах то уверенность себе вам придает мужчина на входящие события на эту неделю выпала пятерка чаши она говорит о том что все-таки из-за чего-то вы будете огорчаться и это может касаться бытовых каких-то моментов дома семьи вы как будто бы на кого-то обижаетесь но эта карта говорит о том что не стоит ни на кого обижаться все в ваших руках возможно в определенный момент кто-то из вас испытает недомогание или слабость или болезненность именно поэтому могут быть смены настроения нервозность но я вижу что вы можете подлечиться и привести свое здоровье в норму для тех у кого по здоровью все будет замечательно то эта карта просто показывает бытовые моменты которые вас немножечко расстраивают или люди в вашем самом ближайшем окружении из вашего дома из вашей семьи несмотря на то что многие любят вас многих любите вы кому-то еще покровительствуете и помогаете все таки есть и те кто вас расстраивает здесь могут быть нервы из-за каких-то организационных моментов моментах вашей жизни и также из-за финансов потому что из-за денег или из-за их нехватки вы постоянно нервничаете но в центр вашего расклада выпала прекрасная карта это десятка чаш она говорит о том что вас что-то непременно порадует во первых эта карта показывает праздник домашнее торжество встречи самыми родными и близкими людьми и вот эти разговоры вот эти встречи вот эта возможность отдохнуть пойдет вам на пользу то есть у вас поменяется настроение вы себя будете гораздо лучше чувствовать для кого-то это планируемые праздники для кого-то непланируемые для кого-то непланируемые но даже если вы не планировали абсолютно ничего постарайтесь даже среди этой недели найти время для отдыха постарайтесь побольше время провести с родными и близкими кто-то нуждается вашей помощи опеки заботе ваших разговорах на завершение этой недели выпал также старший аркан эта карта верховного суда которая может говорить о том что все-таки подводя итоги этой недели очень многое останется по-прежнему открытым и что-то вы будете перетаскивать в следующую неделю эта карта говорит о каких-то накопившихся бытовых может быть проблемах но не только для кого-то эта карта может показывать напрямую суды следствия или все то что проходит через казенные дома если такие ситуации есть здесь вам нужна чья-то помощь вам снова нужно будет в эти процессы включаться с кем-то общаться с кем-то вести беседы и тут вам будут помогать сами высшие силы но быстро ваш вопрос разрешить не получается для кого-то эта карта может показывать все то что связано с родом с домом возможно в вашем ближайшем окружении есть старики или родители или люди которые нуждаются в помощи это могут быть болеющие возможно вы кому-то должны помочь материально или кому-то помочь в вопросах здоровья поэтому на вас возложена двойная ответственность и вы все это прекрасно понимаете поэтому если говорить о завершении этого периода немножечко озабоченность многим происходящим и вы как будто бы даже выходные не отдыхаете но если говорить о наших семейных парах для вас выпали две прекрасные карты эта карта старшего аркана звезд и карта рыцаря чаш поэтому сколько бы вы не были в отношениях два года или 20 лет я вижу что чувства ваши возобновляются если говорите женщина ваш мужчина вас искренне и преданно любит и это взаимно но я вижу что вы немножечко холодны вы немножечко отстраняетесь вы показаны как человек очень творческий и вы думаете о каких-то своих хобби увлечениях о своем развитии вы действительно возможно что-то изучаете в какие-то процессы слишком углубляетесь но вашему партнеру по факту может не хватать любви проявления ласки заботы тепла постарайтесь дать этого больше тому человеку который рядышком с вами если меня смотрят мужчины львы вы должны помочь своей женщине развиваться вы должны помочь осуществить ее желания и мечты рядом с вами очень достойная спутница жизни очень яркая и красивая женщина на которую еще могут обращать внимание мужчины из внешнего мира но и на вас тоже обращают внимание женщины если говорить о мужчинах вы тоже творческий человек и вам тоже нужно свое личное приватное пространство но для вас было бы важно в этом периоде чтобы ваша женщина где-то вас в чем-то поддержала многих из вас объединил бы общий отдых разговоры по душам небольшой романтик который вы сами друг для друга могли бы организовать и я вижу что вы могли бы свои отношения укрепить если говорить о том что в вашем подсознании в вашем подсознании огромная тяжесть вам очень тяжело но внешне вы показаны как очень сильный человек который не показывает свою боль это как вам порой бывает тяжело если говорить о вашем партнере или партнерш это ваша вторая половинка все время думает о каком-то новом проекте может быть проектах для того чтобы что-то улучшить финансово что-то запустить что-то расширить надеяться на какой-то благоприятный случай или ситуацию которая помогла бы решить вам многие проблемы для кого-то из вас карта рыцарей чаш не обязательно показывают супруга эта карта может показывать сына эта карта может показывать друга человека который каким-то образом напомнит о себе это может быть родственник тот мужчина которого вы хорошо знаете и этот мужчина либо намеревается приехать к вам в гости либо может быть будет приглашать вас к себе в доме вас ждут приятные разговоры хорошие благоприятные изменения и очень во многом от того что происходит в этом периоде может зависеть и будущее вашего дома и ваших самых близких я вижу что в этих отношениях есть не только любовь и чувства но также есть и огромная духовность чувство долга кто бы на вас не смотрел или порой иногда может быть вы думаете о ком-то ваши отношения очень трудно разрушить и даже если меня смотрят те пары у которых отношения доходили до разрыва до развода этот период благоприятны для того чтобы отношения сохранить если вы сами этого хотите давайте перейдем к нашим свободным львам и львицам и посмотрим что у вас для свободных львов выпала десятка мечей тройка чаш и карта туза монет десятка мечей говорит о том что у вас есть какие-то большие сложности в отношении семьи рода то есть карты показывают кармические сложные задачи которые вы проживали ранее и проживаете сейчас то о чем я вам говорила возможно действительно есть рядышком кто-то болеющие люди которым вы просто обязаны оказать помощь от вас этой помощи ждут не теряйте надежду вы действительно способны контролировать ситуацию не только своей жизни но и ваших близких по тройке чаш я вижу что у вас есть друзья есть знакомые люди которые всегда готовы вам чем-то помочь в чем-то вас поддержать сами высшие силы поту зума нет эта карта счастливого случая поможет вам решить что-то и финансово то есть будут благоприятные изменения и в работе или возможности для кого-то это как новые предложения которые стоит рассматривать у тех у кого есть основная занятость для свободных львов и львиц карты говорят о том что даже в этом периоде вы сможете неплохо заработать даже если вы на сегодняшний день с кем-то и встречаетесь я вижу что вы интересны противоположному полу вам очень сложно выстраивать свою личную жизнь из-за того бремя которое в данном отрезке времени вы на себе несете из-за кого-то из вашей семьи карты показывают приятное общение увлеченность возможны свидания новые знакомства для тех кто встречается ваши отношения могут развиваться тут все зависит от вас но по троечке чаш в вашей жизни может появиться кто-то еще но может быть и такое что общаясь с кем-то у того человека с которым вы общаетесь есть еще с кем-либо общение то есть вы не одни в этих отношениях и вполне вероятно что кто-то действительно может находиться в состоянии треугольников уже в ближайшее время я вижу что что-то в вашей жизни в том числе и в личной будет меняться помимо мимолетных встреч и знакомств вашей жизни может появиться серьезный человек с которым вы останетесь надолго и многие из вас уже хотели бы семьи и стабильности но в то же время вы думаете о карьере о том чтобы расширить свои интересы сферу своего влияния во внешнем мире на других людей то есть у вас очень много амбиций по картам теперь давайте возьмем дополнительные карты для тех кто все-таки работает и для тех кто не работает что вам нужно знать для тех кто работает у тех у кого семейный бизнес карты говорят о том что на этой неделе вы чему-то будете радоваться потому что ваши близкие вам всячески будут помогать и это взаимопомощь если вы работаете в больших коллективах то тоже возможность обменяться приятными новостями возможен отдых вне работы с теми людьми с которыми вы вместе взаимодействуете в рабочей среде но то что касается самой работы здесь выпала карта мага то есть она может показывать любые обновления и то что вы сами лично хотели бы что-то поменять эта карта может показывать либо новое либо дополнительное направление в основной работе может быть вы хотели бы чем-то поэкспериментировать либо что-то совместить получить в чем-то новые знания или новый опыт помогу для вас возможно абсолютно все потому что у вас есть не только знания опыт при том этот опыт вы всячески будете постоянно обновлять но будут и ресурсы то есть финансово вы что-то сможете также менять или во что-то вкладываться если говорить о женщинах то на рабочую деловую сферу может влиять мужчина или от мужчины что-то будет зависеть возможно в рабочей деловой среде у вас кем-то может быть некоторое давление когда либо вам приходится на кого-то надавливать либо кто-то пытается надавить на вас но вы ставите свои условия возможно для того чтобы осуществить какие-то из задуманных планов вам придется действительно с кем-то договариваться на взаимовыгодных условиях помогу чтобы вы не делали вы должны быть очень убедительны поэтому у вас все будет получаться давайте возьмем дополнительные карты для тех кто в поиске работы и эта карта старшего аркана суда обратите внимание на то что завершается ваш расклад тоже картой суда это говорит о том что информация верная с работой сложности есть в семье в доме тоже сложности есть и работу я вижу что найти вам непросто скорее всего вы сейчас проживаете не самые лучшие времена но в то же время вот эта карта говорит вам о том что вам нужно искать официальную работу несмотря на то что тяжело или для вас может казаться нереальным найти что-то для себя официально но это возможно и эта карта говорит о том что с работой вам все-таки нужна чья-то помощь вам нужно кому-то обратиться дать понять кому-то что вы нуждаетесь в работе в отношении трудоустройства возможно вам придется что-то оформлять или переоформлять или с кем-то заключать официальные договоренности но работу все-таки найти вы можете постарайтесь не откладывать что-то нужно делать уже в этом периоде уже на этой неделе это как подготовительные шаги то есть я еще не вижу того чтоб на этой неделе вы уже трудоустроились возможно еще и на следующей придется подождать но в дальнейшем высшие силы с работой вам помогут что будет происходить с вашими финансами в дом финансов трат расходов долгов кредитов для вас выпала карта пажа мечей это говорит о том что из-за денег очень много суеты хлопот нервов могут быть даже какие-то неприятные разговоры либо спорные ситуации когда вы с кем-то что-то выясняете если у вас есть кредиты очень сложно отдавать в этом периоде карты говорят о том что эта неделя не самая благоприятная для того чтобы куда-то вкладывать крупные деньги рисковать большими деньгами начинать новые проекты то есть для тех кто работает в работе мы видели обновления но в чем-то вы только-только стартуете и вам в работе по любому нужно еще будет чья-то помощь но уже в течение последующей недели я вижу что ситуация будет меняться главное не опускайте руки проявитесь терпения умейте ждать эта неделя неблагоприятна для того чтобы оформлять новые долги или кредиты кому-то одалживать или самому у кого-либо одалживать на внешний мир для вас также выпала карта старшего аркана колеса фортуны карта изменений изменений которые будут в вашей жизни развиваться очень стремительно но из-за этих изменений вы постоянно нервничаете карта может показывать обновления для вас хорошие но вы к ним еще пока не совсем готовы из-за того что происходит во внешнем мире у вас также с кем-то идут споры разногласия но эта карта говорит о том что колесо запущено что-то как будто бы тяжело остановить и тут многое зависит от воли судьбы от воли богов вам все таки должно повезти конечно эта карта может показывать и то что какие-то старые проблемы в этом периоде дают о себе знать но вы все-таки с легкостью сможете их решить несмотря ни на что хотя все на нервах что в скрытых факторах вскрытые факторы на ближайший период для вас выпала девятка чаш семерка монет и карта пажа жезлов в данном случае это принцесса жезлов эти три карты могут показывать те события которые войдут в вашу жизнь уже примерно с первого по седьмое мая а здесь я вижу радость здесь я вижу финансовые возможности такое чувство что у кого-то праздники продолжаются поэтому по девятки чаш возможны встречи с друзьями но в то же время что-то решается и в делах вам очень хочется что-то поменять финансово улучшить вы чему-то будете отдавать очень много своих сил своей энергии но все это финансово впоследствии будет оправдано и по этим картам я вижу оптимизм то что у многих из вас настроение даже улучшается когда вы видите просвет а просвет будет но как я вам уже говорила завершается эта неделя сложной картой картой суда которая может говорить о любых проблемах и у каждого это что-то свое что-то то что нельзя откладывать что-то то что нельзя переносить постоянное беспокойство ваших близких потому что карта показывает семью детей родителей тех кто к вам ближе всех поэтому вы так переживаете но у вас хватит сил и чем сложнее ваша жизненная ситуация тем больше вы будете включаться в борьбу ну а теперь возьмем для вас карту основного совета на основной совет выпал старший аркан отшельник эта карта показывает вашего внутреннего советчика вашего внутреннего гуру который живет внутри вас это ваша мудрость это ваш опыт накопленный годами это ваши знания которые в ближайшее время и в настоящий период вы можете использовать вы в чем-то не уверены но многие ответы на многие ваши вопросы есть внутри вас хотя вы сомневаетесь по-прежнему эта карта может показывать то что в ближайшее время у вас кем-то может состояться важный разговор в вашем ближайшем окружении есть человек который мог бы дать вам нужную или важную информацию поговорив с этим человеком вам стало бы гораздо легче исключительно для некоторых эта карта может показывать человека врача и то что вам все-таки не мешало быть либо подлечиться либо обследоваться также отшельник всегда говорит о духовном развитии и о том что для вас важно развиваться не стоять на месте приносить пользу обществу и вы сами для кого-то можете являться врачевателем душ когда вам тяжело к вам еще могут приходить за помощью или за поддержкой и вы не должны кому-то отказать если вы чему-то учитесь не бросайте если что-то начали не останавливайтесь на полпути идите до конца и вас обязательно будет ждать удача об этом говорит эта карта если говорить о женщинах то скорее всего в вашем ближайшем окружении есть мужчина к интуиции которого вам стоило бы прислушаться но если говорить о мужчинах вы сами должны прислушиваться к своему собственному внутреннему голосу он вас не подведет на ваш вопрос который вы задавали в начале расклада сбудется ли ваше желание выпала также карта старшего аркана колесницы я так полагаю что вопрос огромной важности для вас важно чтобы тот вопрос который вы задали разрешился скоро скорее всего в отношении вашего вопроса еще до недавнего времени были помехи но эта карта дает ответ да если говорить о женщинах львицах на ваш вопрос может влиять мужчина но где-то вы сами должны проявить характер великолепная карта для дорог для поездок для любого рода изменений поэтому если что-то такое есть в планах идите за своими амбициями потому что эта карта показывает и ваши амбиции ваши желания вы обязательно получите то о чем думаете давайте возьмем еще три карты за ракула венорман и спросим что еще вам было бы интересно знать три карты карта луны но здесь молодой месяц карта косы десятка бубен книга карты показывают какую-то очень сложную внутри родовую проблему которая для вас как болезнь как рана на вашем сердце которая не дает покоя и вы о чем-то кому-то как будто бы и рассказать не можете и что-то носите в себе и в то же время хотите что-то поменять здесь также может быть и какой-то крупный конфликт с кем-то из родных близких людей вам по крови который вас беспокоит вы все время пытаетесь для себя что-то прояснить или что-то понять возможно вы считаете что вам кто-то что-то не договаривает или что-то держит от вас в тайне вам очень хочется узнать об этих секретах что-то для себя выяснить но я не вижу открытого диалога или того чтобы вам кто-то до конца открылся может быть такое что в доме в семье кто-то эмоционально нестабилен то есть карты показывают как будто психологическое заболевание или то что у человека приступы агрессии проявление негатива или агрессивности в отношении других близких родственников или вас такие тоже могут быть ситуации по вот этим трем картам и это то что вы можете держать в душе давайте я все-таки для вас возьму дополнительный совет отдельно для женщин отдельно для мужчин для женщин выпала карта развилки и в то же время это дама бубен она может показывать любую женщину которая поможет вам решить вашу задачу по крайней мере вы с кем-то будете советоваться в отношении вашего вопроса у вас будет выбор но если меня смотрят те кто находится в состоянии треугольников и вас волнует вопрос как раз вот этих тайн вот эта карта может указывать на соперницу в таком случае эта карта может указывать на соперницу и вы должны знать об этом о том что есть дама которая стоит между вами и тем человеком который вам может нравиться и возьмем карту дополнительного совета для мужчин для вас выпала карта лилии во первых это карта благородства веры высших сил тут вам помогут сами небеса но эта карта может показывать и любого мужчину либо при должности либо при погонах возможно это врач но это мужское лицо человек который вам также чем-то будет помогать но очень многое в ближайшее время в вашей семье в вашем быту будет зависеть именно от ваших решений если говорить о мужчинах уважаемые львы и львицы таким для вас был расклад на этот период видите информации много информация сложная но я думаю что если вы смотрели расклад внимательно вы действительно сможете для себя что-то понять или хотя бы будете знать как вам в ближайшее время действовать подписывайтесь на мой канал все те кто еще не успел подписаться я вам искренне всем желаю огромной удачи стабилизации всех тех процессов которые для вас важны я не прощаюсь с вами я вас всех жду в следующих недельных прогнозах всем удачи и до свидания а